Как ухаживать за ушами? Уберите руки от ваших ушей и тем более уберите оттуда ватные палочки и обратите внимание на уши вашего питомца. Николай Леонов появился на студии, чтобы все рассказать об уходе за этой нежной частью тела. Доброе утро. Доброе утро. Нежная она вообще. Она нежная и вот самое главное, залог здоровья ушей у питомцев это их не чистить. Вообще не трогайте их. Потому что все владельцы любят почистить их, поковырять ватные палочки. Но мы еще свои-то не отучились ковырять. Хотя тоже все ларингологи говорят, что это делается. Просто гладить можно ушки? Нечего там делать. Просто гладить с наружной части. Давайте, да, с наружной части можно. Тем более, если они такие пушистые, как у нашего сибирского кота. Это настоящий сибирский кот, голубого окраса. Посмотри, какой красивый кот. Сейчас кто-то сидит перед телевизором, в ухе ковыряется у кота. Что сказали только, что в телевизоре нельзя. Но на самом деле физиологично так устроено, что эпителий по мере старения, он сдвигается наверх и выталкивает все загрязнения, серу, какие-то там вещи ненужные в ухе. И вот как раз здоровое ухо это сухое ухо. Как это проверить? Очень просто. Берете бинтовую салфетку, вот я с собой взял. Как будто кот знает, что сейчас будет. Осталось поймать кота. Да, осталось поймать кота. Вот ухо. Ухо, вот оно загрязнено снаружи. Так это быть должно. То есть это норма. Не надо убирать. Это ухо само вытолкнуло все, что не должно быть внутрь. Да, мы берем салфетку. Можно ее смочить лосьоном на основе ЭДТА и ТРИСЭДТА. Вот прямо идете в магазин и читаете. ЭДТА. ЭДТА. Или ТРИСЭДТА. Это компонент, который что делает? Это специальный компонент? Да. Растворяет. Растворяет ушные отложения. Не жирное, ни в коем случае там какие-то капли с гормонами, если у вас ухо здоровое. Просто компонент, который просто растворяет. Можно смочить, можно ничем не смачивать. Ты в руках профессионала. Вот таким образом, да? Берем салфетку, аккуратненько. Ой, понравилось, и глазки закрыли. Вашим опытным рукам, понятно, любая кошка доверяет. А просто хозяин не может навредить питомцу вот этой процедурой? Не может, потому что ушной канал извитой. И чтобы достать, да, скажем, той же барабанной переборки, что там повредить, это нужно очень-очень глубоко туда заглянуть. Но мы говорим про салфетку, никакие неватные палочки, ничего в этом доме. Неватные палочки, ни диски. Разрешили только лосьоном смочить. Да, потому что это все будет раздражать. Бин не раздражает. Даже нетканные салфетки, они тоже не будут раздражать. Но они больше для собак подходят. Ну, потому что собак ухо-то побольше. Вот эту процедуру мы делаем, когда видим грязь или регулярно? Мы сказали про влажность перед тем, как взять салфетку. Что ухо должно быть сухим. Ухо должно быть сухим. Видите, это кот у нас. И у кота, в принципе, ушных отложений не так много. А вот у собаки, возьмите спаниеля, кстати, у вас будет сейчас один из представителей такой породы, у которого уши-то большие или лабрадора какого-нибудь, и вы все просто салфеткой не уберете. И поэтому там нужно лосьон. То есть не лить лосьон литрами в ухо, а на салфетку. Да. И, ну, если вы все-таки уши, там, кот, например, вот так вот делает ему, там, что-то не нравится, или начинает их чесать, то, конечно, нужно идти к врачу. Если мы говорим о кошках, то частая проблема кошек, особенно выходящих на улицу, и даже не выходящих на улицу, ушных клещ. Как его можно отлечить? Потому что у нас, у меня вот завален Инстаграм вопросами, у моего кота тешься уши, как полечить вот этот дектос, ну, ушного клеща. На самом деле это не такая частая проблема. Ну, она чаще, конечно, у котов, но реже у собак, или у собак я почти его никогда не вижу. Но при этом при всем, не все, что в ушах болит, это ушной клещ. Ну, просто потому что нужно прийти в клинику и разобраться, он ли или нет. И в первую очередь, что мы делаем в клинике? Мы проводим отоскопию, да, вот есть вот такой отоскоп у нас. Мы сейчас попробуем посмотреть. Ну, это точно, дома такого нету. Нет, дома такого нет. Но это при беспокойстве. И это при беспокойстве, да. И вот с помощью этого прибора мы легко можем посмотреть, повреждена барабанная перепонка, не повреждена. А перед тем, как назначать какие-то капли, мы должны обязательно в этом убедиться. Ни в коем случае мы не идем в зоомагазин и просто капли не покупаем. Ни в коем случае мы не заливаем лосьоны в ухо, потому что она может быть повреждена. Это прободение приведет к среднему атиту, и ваше животное может погибнуть от этого, да. И как тут можно посмотреть? Ну, вот я вам могу показать, вот, да, достаточно глубоко. Нет, ну, мы на камеру не увидим. Мы так можем только, да, посмотреть. Да, вы можете подойти и глянуть, что там в ухе происходит. Я вижу у нас отражение. Внутренний мир кота. Нет, это перворазистое. Да, вижу. Да, вот это и мы видим. Бух, улетело. Коту не понравилось. Да, коту не понравилось. Но при этом при всем это позволяет нам понимать, как себя чувствует ухо наше, да. И в здоровом состоянии. Кот после отоскопии никак не реагирует. И после того, как мы почистили уши. Но в больном состоянии и нужно подходить с лечением, да. И первое время, когда у нас отит, мы уши не чистим. Мы капли назначаем специальные, которые убирают воспаление. Ни в коем случае ничем не промываем. Потому что у нас есть любители попромывать перекисью, хлоргексидином. Ни в коем случае этих. Мы запомнили. Мы запомнили. Подействуй, что для людей, что для животных. Не навреди. Конечно. А по животным еще и вовремя приди. К ветеринару, к специалисту, каким является Николай Леон. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. У всех кошек Красноярска были здоровы.